Слоны Стадо слонов и крокодил Посетителям национального парка в Африке случайно удалось снять на видео не очень приятный инцидент. В кадр во время съемки слонов попала еще и атака рептилии. Во время водопоя крокодил неожиданно схватил слоненка за хобот. Тот начал истошно кричать и замотал головой, пытаясь хоть как-то стряхнуть крокодила, но все было безуспешно. Взрослые особи затрубили и стали отступать, пытаясь при этом защитить остальных детенышей. Но один из взрослых слонов все-таки не мог остаться в стороне и смог отогнать хищника. Слоны на водопое Первый кадр – слоны пришли на водопой. Второй кадр – маленький слоненок уже бултыхается в воде и не может подняться к остальным. Взрослые слоны с помощью хоботов пытаются ему помочь, тем не менее таким способом вытащить его не получается. Тогда один из слонов спускается в воду, а оставшиеся на берегу продолжают помогать хоботами. Далее еще один слон заходит в водоем. К сожалению, видеоспасательная операция обрывистая, потому что на следующих кадрах семья в полном составе уже на берегу вместе со слоненком, который приходит в себя. Главное, что все обошлось. Вообще, слоны живут семейными группами и постоянно контактируют с другими семьями. Занимательно то, что в слоновых сообществах царит матриархат. В стаде слонов, куда входит от 10 до 40 особей, прибывают в основном самки и их дети. Семейную группу возглавляет взрослая опытная самка, так называемая хранительница семейной истории и знаний. Самцы обычно живут одиноко в стороне. Все самки стада заботятся о детях сообща, как о своих родных. Мамы могут также оставить слоненка на попечении сестер, чтобы таким образом те учились будущему материнству. Слоны в зоопарке Кадры с камер видеонаблюдения в Сеульском зоопарке. Маленький слоненок сначала резвится возле водоема под присмотром взрослого слона. Далее за считанные секунды он теряет равновесие и падает в бассейн. Видимо, дно для него слишком глубокое и самостоятельно ему не выбраться. Взрослые слоны явно паникуют, но их быстрая реакция и командная работа позволяют вызволить слоненка из ловушки. Они скорее бросаются в воду и уже через несколько секунд выводят малыша из воды. Все хорошо, эти большие животные повели себя как ответственные родители, что не может не удивлять. Слоны и собаки Южноафриканский национальный парк Крюгера и захватывающее противостояние хищников и стада слонов. Сотрудник парка следует за группой гиеновидных собак. На его глазах, а теперь и на наших, стая хищников собралась на дороге, которую пересекало стадо слонов. Слонам не особо приглянулись такие соседи. Они демонстративно встали посреди дороги, взрослые особи вышли вперед, чтобы защитить детенышей. И, конечно, слоны не обошлись без своей коронки. Они начали угрожающе трубить. Хоть собаки одна за другой ушли в заросли и угрозы как таковой больше не было, слоны все равно продолжали стоять на перекрестке, мешая движению автомобиля. Хотя люди наверняка были не прочь подольше полюбоваться этими величественными животными. Слониха спасает человека Чудесное видео с очаровательным главным героем. Нет, к счастью, тут никто не тонет. Это тайландский заповедник в городе Чиангмай. Он предназначен для спасения этих величественных и разумных животных. А человек в воде – смотритель парка Дерек Томпсон. Это чистой воды инсценировка, спланированная, чтобы проверить реакцию слонов. И, как мы видим, маленькая слониха по кличке Кхамла, увидев тонущего человека в бурном потоке, незамедлительно ринулась спасать его. Думаю, проверка удалась. Кхамла поплыла вслед за утопающим, и хоботом помогла выбраться на противоположный берег. Обратите внимание, как Кхамла защищала Дерека своим телом от напора воды. Поразительно, какими чуткими и мягкосердечными могут быть эти животные. Слониха помогает малышу Весьма интересный эпизод из жизни Диких Слонов удалось запечатлеть режиссеру Дикой Природы в Ботсване. Проезжая вдоль реки, Ким Вулхутер увидел стадо слонов, возвращавшиеся с водопоя. Они поднимались вверх на утес. Среди взрослых слонов было несколько подростков и один маленький слоненок. У него никак не получалось преодолеть препятствия, как бы этот очаровашка не старался. Невероятно, но ему на помощь пришла слониха, которая подтолкнула малыша своими бивнями и хоботом наверх. Интересный момент, правда? А еще интереснее то, что мозг слонов весит примерно 5 килограмм. Представляете, такой мозг внушительных размеров наградил животных недюжим интеллектом. По утверждениям ученых, слоны наряду с человеком, шимпанзе и дельфинами способны распознавать свое изображение в зеркале. Более того, слоновые относятся к немногим животным, которые могут пользоваться так называемыми инструментами. Например, наблюдения за индийскими слонами показали, что они используют ветки в качестве мухобоек. Несмотря на мирный нрав, эти животные бывают крайне агрессивны и могут напасть и на человека. И на то есть несколько причин. Например, так они защищают потомство, либо нападения происходят в брачный период. Или же атаки могут быть объяснены тем, что они испуганы и абсолютно уверены в том, что человек представляет для них угрозу. Погоня за туристами А вот и нападение. Во время экскурсии по южноафриканскому сафари автор видео думала, что это ее последний день, ведь ее туристическую группу преследовал огромный самец слона. Сначала это казалось самой обычной встречей, которая могла бы не предвещать ничего плохого. Но это лишь до тех пор, пока животное не начало подавать предупреждающие знаки, что сейчас обязательно что-то произойдет, если туристы не уберутся. К счастью, гид осознал возможные риски и начал отъезжать. Слон, не желая терять из виду этих незваных гостей, принялся преследовать джип. Группа туристов по понятным причинам начала паниковать. Животное догоняло их, и гид даже свернул с дороги направо и поехал по бездорожью прямо по траве. Это подействовало. Слон замедлил ход и в конце концов остановился. Сложно представить, что произошло бы, если бы этот великан догнал автомобиль. Надеюсь, те туристы осознали, насколько им тогда повезло. А здесь люди оказываются в эпицентре огромного панического бегства слонов. Туристы вынуждены немедленно остановиться, чтобы автомобиль ненароком не затоптали. Они даже не успевают осознать, что там вообще произошло, как вдруг из кустов выбегает слон и начинает предупреждающе трубить. Это здорово пугает находящихся в машине людей. Слон продолжает стоять на своем, уходит и выбегает снова. Как только этот недружелюбный гигант покидает место действия, из кустов с другой стороны автобуса выскакивает его сородич. Буквально через несколько мгновений все стадо слонов возвращается, чтобы посмотреть, что тут вообще происходит и что это за существа глазеют на них. Обратите внимание, рядом находятся их детеныши, а мы помним, как слоны относятся к этому. В конце концов, гид заводит двигатель, и люди покидают территорию. Обошлось и на этот раз. Машина или дерево Здесь два сафари-джипа слишком близко подъехали к огромному слону, который мог запросто закатить сцену. Сначала кажется, что животное занято деревом и находится достаточно далеко от машин. Но машины-то не невидимые, и поэтому великан решает подойти поближе. В этот момент водитель пытается уехать, чтобы не подвергать опасности туристов, но дорогу, кажется, заблокировала другая машина. Туристы нагибаются, чтобы избежать зрительного контакта с обитателем этого места. Еще несколько минут слон находится рядом с машиной, а потом своими бивнями замахивается на дерево. Он злится или разочарован? Некоторое время он осматривает людей и с гордостью уходит. Как думаете, слон запомнил этих людей? Мне кажется, запомнил, ведь у этих гигантов хорошая память. Однако утверждение о том, что слоны совсем ничего не забывают, преувеличено. У слонов очень хорошо развит гиппокамп, который отвечает за пространственную память, а также за переход кратковременных воспоминаний в долговременные. Для выживания такие навыки просто необходимы. Например, если стадо пережило засуху, слоненок может это запомнить. Во взрослом возрасте подросший слон уже сможет различить первые признаки скорой засухи в регионе и уйти с территории. Также слоны запоминают места водоемов и без проблем распознают членов своего собственного семейства. Слон спасает буйвола Понятие взаимовыручки слонам не чуждо. Они могут прийти на помощь не только к своим сородичам, но и к другим животным. К примеру, здесь буйвол стал добычей для льва. Хищник безжалостно вцепился зубами в его кожу и кажется, что буйка ждет конец. Но посмотрите, к месту действия движется наш гигант. Лев, завидев его, сразу же отстает от несчастного копытного. Слона будто разозлила, что на его территории происходит такой беспредел. Слон и носорог И наоборот. Слоны могут сойтись с кем-нибудь в схватке за территорию. Ах, нет, чувак! Что за хел? Он тут явно победил. Что ж, а на этом все. Напишите в комментариях, какой момент со слонами впечатлил вас больше всего. И спасибо вам большое за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok